здорово бояре принцесски холопы сейчас расскажу вам про новый фан режим царство теней который у нас стартует в патче 1.22.1 а этот патч у нас будет в районе 18 октября я так понимаю тут еще будет коллаборация мира танков и арии у арии там тур гость из царства теней я так понимаю я гугл насколько я понял он у них идет с 26 сентября по 2 декабря я думаю сейчас новость которая вышла это еще не все что там будет но давайте уже обсудим то что есть снова можно будет собрать полноценный экипаж также про каждого героя можно будет узнать его историю вот вам сюжет подъехал который вы хотели а то там танкистам сюжета в танках не хватает вот он сюжет в танках подъехал обалдеть специально с каждого персонажа можно будет выбрать самостоятельно также можно всех членов экипажа разместить в одном танке чтобы активировать особую групповую озвучку также каждого персонажа можно отдельно на командира посадить и он будет самостоятельно озвучивать я на сайте послушал эти озвучки они слушаются хорошо слышимость нормальная никаких уродских дурацких эффектов нету видимо разработчики после прошлого раза уже поняли что игрокам не нравится когда там максимально выкрученные всякие эффекты шумодавов шипений эхо и так далее это нафиг никому не надо озвучка хорошая приятная нормальная у каждого персонажа она со своим колоритом так что пойдет наверное члены экипажа в 2023 году фармить уже не настолько интересно как раньше это уже не является чем-то необычным и новым поскольку я думаю у многих подобного уже может быть много но я думаю что есть люди у которых не много таких членов экипажа есть также наверное еще какой-то там процентик новых игроков наверное они все-таки каким-то чудом появляются в нашей эре я думаю что ничего плохого в том что если вы их получите не будет вообще если они вам не нужны но я думаю они просто будут лежать справа в уголочке внизу там дождаться пока вы куда-то их посадите но если где-то какая-то новая ветка появится или танчик то под рукой всегда будет лишний экипаж я думаю он там сидит в казарме есть не просит может быть да ничего свежего и нового интересного в этом прям нет но и плохого я честно говоря в этом ничего не вижу поэтому чё там некоторые бухтят я не знаю вот если бы у вас отобрали всех тех членов экипажа которые вы прошлые разы добывали получали и сказали добывайте заново тогда бы я думаю можно было побухтеть а тут чё тем более я честно говоря скажу сколько у меня вот боев наиграно все ветки прокачаны я практически все режимы которые есть в игре попробовал но у меня вообще почти нету экипажей с озвучками этими абсолютно даже прошлый раз когда подобный режим запускался какой-то там тыквенный переполох или как он назывался по сути этот режим это модернизация того переполоха посмотрим насколько они доработали переделали тот режим в этот так вот я даже тогда не дофармил экипажи эти так что это еще нужно посидеть потратить время и иметь желание всех этих персонажей выфармливать каждый раз так что если у вас их много то ну вы просто задрот у этих дополнительных режимов и вам может она и надоело но вот даже мне допустим она не надоело потому что у меня его почти нет вообще хотя у меня 90000 плюс боев я просто не любитель всех этих доп режимов я очень редко их доигрываю до конца я зашел посмотрел да и в принципе все и наигрался уже примерно на этом этапе прошлый раз в тыквенных переполохах насколько я помню там какие-то навыки или что-то переключалось и каждый раз нужно было накатать сколько там боев что-то проходить чтобы за какой-то период фармить этих членов экипажа да там задание было простецкая вроде всего-то по несколько боев играть но я даже его не выполнил мне если не интересно играть то я бы за любую награду не буду вообще стараться я в первую очередь захожу поиграть если мне интересно то я играю а награды ну это такой себе стимул бывают конечно награды за которые хочется попотеть но когда членов экипажа навалом и даже без вот этих вот созвучками у меня там целая куча лежит в уголочке я даже не знаю куда их садить просто некуда но созвучка я так ни разу не запотел чтобы получить в этот раз если режим мне понравится я может быть запотею получу если не понравится но опять буду без экипажа с озвучкой и ничего страшного в этом нет мир не остановится не от того что я получу не от того что не получу какая вообще разница это в жизни вообще ни на что не влияет не в игре вообще ни на что не влияет просто если вам по кайфу ну получите Не по кайфу, да какая разница Я вообще не вижу смысла, что некоторые Так негативно настроены к этому событию И к этому экипажу Это просто дополнительное событие Нарисовано красиво Ничего плохого я в нем не вижу Вот когда дело доходит до основной игры До основного режима Там много чего хотелось бы доработать И там не есть что сказать А тут говорить о том, что это снова повторяющийся режим Да вы из года в год играете В повторяющиеся режимы Линию фронта сколько лет вы уже играете Натиск уже тоже не первый раз Стальной охотник Тот же самый там на Европе Мирный 13, как будто бы он ни разу вообще не был Вау, удивительный новый режим А с ваффентрагером вообще никогда такого не было Откуда тогда вы про него знаете Приснился наверное Это все уже было миллион раз Но почему-то некоторые люди бухтят Потому что вот видите ли оно повторяется Мне кажется некоторые люди просто по инерции Поливают помоями игру И даже если бы какой-то другой режим вышел бы Все равно люди бы сидели в комментариях И писали гадости Это видимо у них после рандома накипело И нужно куда-то негатив выплеснуть Давайте еще посмотрим Как этот экипаж выглядит Бабушка Яга Почему-то так ее назвали Как будто бы она добрая Тиран Царевич Какой-то злостный правитель что ли И самое прикольное Что у каждого есть яблоко И оно по-своему как-то сделано Также у нас Катрина Очень похожа на Карину Которая у нас новости в мире танков рассказывает Василиса прескверная И Кощей бессильный Немного поприкалывались тут с названиями Красиво нарисовали Каждый в своем стиле Ну и ладно Что касаемо боевой механики Она очень сильно похожа на то что и было В тыквенной фигне Режим 10 на 10 Если людей будет мало То будут играть 7 на 7 На восьмом уровне Восьмерки можно будет брать любые Также еще в аренду дадут Карачун и Леший Карачун это ОХО Японский тяж восьмого уровня А Леший это СУ-130ПМ Советский премтанк восьмого уровня И Леший кстати у нас появляется впервые А на ЕУ он уже вроде как был Также еще в аренду дадут Премиумный колесник восьмого уровня Нормальный имбовый Не вот эти ваши британские недоколесники ЕБР-75 ФЛ-10 Это очень жесткий премтанк Если в этом событии его еще и не просто в аренду будут давать И вы любите играть на ЛТ То я советую обратить свое внимание Когда-то этот танк вроде бы можно было получить бесплатно в марафоне И потом поняли что лучше такой танк больше никогда не раздавать И после этого спрятали его в долгий ящик И вот впервые на горизонте где-то показали Итак в этом режиме будут там всякие скиллы Всякие перки, пассивки Они очень сильно похожи на то что было в прошлый раз Их очень много Перечитывать их не сильно хочется Я вам просто картинку покажу Если хотите остановите видосы и почитайте сами Я их начал читать и они практически ну очень похожи на то что было Личные умения героев Ну грубо говоря ты нажимаешь там какую-то кнопку И следующий выстрел у тебя или ледяная стрела Или огненная Или так далее Там еще какие-то лечащие снаряды Если пробьешь врага Очень схожи было и в прошлый раз Также там еще будет какое-то яблоко Которое можно будет на карте формануть И оно улучшит ваши скиллы Если вы выехали в катку Без какого-то там своего скилла Который вы выбираете То у вас просто улучшатся характеристики и так далее В принципе я думаю сильно в подробности вдаваться нет смысла Это будет еще аж после 18 октября И еще подробности наверное будут всплывать Да и я думаю что этот режим хотя бы один раз я постримлю Да мы посмотрим что оно такое Потому что на тексте на буквах Пока не понятно как оно там будет играться Как оно будет выглядеть Я помню что прошлые разы это просто были карты Которые сделали ночными И на них там расставили всякие тыковки Свечечки Какие-то эффектики Там привиденчики какие-то там летали Еще какая-то чепуха Вроде даже карты в этот раз будут похожи Или все как были или новые какие-то есть я точно не помню Но будет Мураванка, Студянки, Промзона и Руинберг Эти карты после того времени уже немного переделывались В любом случае один в один они не будут Поскольку после прошлого запуска тыквенного переполоха Эти карты перекапывались изменялись причем заметно изменялись Поэтому в любом случае они как-то будут по-другому выглядеть 100% А вот сильно или нет посмотрим Я думаю что это зависит от того Насколько много времени у разработчиков было Чтобы это все переделать Ну Карину, Катрину точно надо получить Выглядит прям сочно Ну а так в целом я не знаю Ну красивые еще какие-то памятные награды там нарисовали Какие-то яблоки пробитые стрелой Также у нас еще будет там прогрессия Состоит она из 5 этапов Каждый этап доступен в определенный период времени Содержит по две задачи Что-то схожее было и в прошлый раз Там тоже было все разделено на этапы Каждый этап приурочен какому-то скиллу или персонажу был Я не прошел их все Потому что мне просто лень было Надеюсь в этот раз будет не лень Но это зависит от того понравится режим или нет Также тут еще написано Старайтесь не пропустить ни одного этапа Заработайте максимум очков, события И получите крутые награды Пока фиг знает что там за награды Но там также будут еще дополнительные награды Тематические контейнеры и лутбоксы В контейнерах с определенной вероятностью Можно найти танковый премиум аккаунт Кредиты, снаряжение или предбоевые инструкции Также 6 2д стилей всесезонных Приуроченных к событию царства теней И 5 декалей В принципе можно будет отдохнуть от рандома В этом режиме Чего-то сверхъестественного я от него не жду Но на сайте показаны Карачун Потом этот леш еще показан И после них еще есть место для третьего Чего-то Видимо там тоже премтанк должен быть Но там вопросик стоит Поэтому я говорю, что видимо это еще не все Что в этом режиме будет Обычные лутбоксы подарочные Где что-то там на халяву может выпасть Мы видим А каких-то донатных лутбоксов Что-то не видно Может быть будут еще какие-то Лутбоксы, которые можно будет покупать И в них уже будет какой-то третий премтанк Или я не знаю Посмотрим как оно будет В принципе это все пока что Что известно про это событие Пишите свое мнение в комментариях Что вам нравится, что не нравится Чего-то ждете от этого режима или нет И стоит ли бухтеть по инерции Как любят это делать танкисты По поводу того, что выходит этот режим Переделанный из другого режима Как будто бы остальные режимы Мы ни разу не видели Их же просто уже по 5 лет каждый делают Я просто разницы не пойму На этом все Всем приятного дня Увидимся Играйте красиво Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok